Внедрять это максимально нужно, начиная с беременной женщины, то есть добеременной, и заканчивая пожилым, старческим возрастом, потому что ослабление памяти, вы сами понимаете, что это такое, болезнь из геймера, это все предотвращается. Мамы, мамы, у которых есть дети, дедушки и бабушки, у которых есть внуки, не забудьте о лицетине, которые прекрасно улучшают память, поддерживают ее, очень дешевый продукт, а в сочетании с обеготрежевыми гислотами. Студентам говорю на лекции за полтора-два месяца до сессии, иначе не уговоришь, сдавать сессию, ребята, начинайте хотя бы лицетин принимать. Утром, днем, вечером, ну я понимаю, что я сам днем ничего не принимаю, не успеваю, но хотя бы утром десертную столовую ложку лицетина, вечером десертную столовую ложку лицетина, вы его не передозируйте. Лицетин можно, если он рассыпнул, я не помню, но там, 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 тогда еще легче. Я видел, вот, обязательно, причем лицетин в любом возрасте, в пожилом возрасте, лицетин не только для улучшения памяти, а для обратного транспорта холестерина, выбывания холестерина из сосудов печени. Лицетин, ради бога, но он доступен. Никто ничего не использует. А... А... Да, против аденома простаты, да. Я вам скажу просто полный рецепт, а уж компоненты вы сами подберете, да. Значит так, первое, цинк. Цинк в виде глицината цинка, либо аргината цинка, не сульфат цинка, как комплевите. Обязательно аминокислотный комплекс. 20 миллиграмм в сутки. 20-25 миллиграмм можно в сутки, он безопасен, он нетоксичен. Далее, экстракт карликовой пальмы. Он есть. Экстракт карликовой пальмы. Или как она, а как она называется, не помните продукт? Посмотрите. Экстракт сыриной репен, сапальмета. Вот эти названия. Есть этот продукт, я точно знаю. Мужчинам. И это вот эти два продукта в комбинации, тормозят образование активных форм тестостерона, которые провоцируют разрастание простаты. Значит, экстракт карликовой пальмы, экстракт карликовой пальмы в день хотя бы полграмма, по 200 миллиграмм. Хотя бы полграмма в день. Она безопасна абсолютно. Еще одна растение называется экстракт африканской сливы, или муиропуама. Муиропуама. Знакомое название, да? Экзотическая немножко, но действительно. Работает так, как карликовая пальма, но на одних индивидуум действует карликовая пальма, на других африканская слива. Поэтому ее тоже. Примерно такая же доза. Это все вместе идет. Далее. Муиропуама. Да. Я говорю по компонентам, а вы сами подберете. Ликопин. Ликопин хотя бы 6 миллиграмм в день. Ликопин 6 миллиграмм в день. Далее. Чилиная пыльца. Чилиная пыльца. В Америке это даже фармацевтический препарат против аденомы простаты. Чилиная пыльца. Ну, здесь можно дозировать ее кофейной чайной ложкой. Чайная ложечка утром, чайная ложечка во второй половине дня. Но не вечером. Потому что она возбуждающим действием обладает. Повышает энергию, будет бессонница. Далее. Экстракт семян, экстракт семян тыквы. Экстракт семян тыквы. Ну, нужно еще 2-3 аминокислоты. Я не знаю, подберете вы их или нет. Это глютаминовая кислота, фенилаланин и глицин. Комбинация идет. И вот это все на фоне витамина минерального обеспечения. И гарантирую, что если это начать вовремя, не будет аденомы простаты и в 60, и в 70 лет. Гарантирую, буквально. Но регулярно, ежедневно. Дорогие мужчины, к тому же это повышает потенцию. Что никому еще не мешало. Между прочим. Спасибо, да. Заеду. А? А? А уже варианты тыквы. Так, сэн. А, на чем? Сколько семян тыквы? Чего? Есть тыквы сколько семян тыквы? Экстракт семян тыквы. Экстракт, это концентрат. А если семена тыквы, то вы можете умножить к семечке тыквы. Конечно. Кстати говоря, это привычка раньше была, сейчас мы заканчиваем, я понимаю, вы устали. Раньше это была привычка народная, ну, сказать, семечки. Иногда на это смотрели как на невежливость. На самом деле, это очень полезное мероприятие. Потому что в семенах тыквы и даже в семечках подсолнечка имеется прям корганический связан. Кстати говоря. Антипаразитарный. А? Антипаразитарный. Да, одновременно антипаразитарный эффект, противоглистный эффект семян тыквы. Вот, ну вот это вот тоже, что я сказал. Давайте еще, ребят, давайте еще. Сейчас заканчиваю. Вот это противодононопростат. Есть рецептура, которая повышает потенцию, если есть проблемы. Но надо сказать, что вот эта рецептура с достаточным количеством цинка тоже повышает потенцию и репродуктивную функцию. Почему это? Ну, это уже другой вопрос. Просто вот. Попотенцию. 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 Попотенция, пожалуйста. Попотенция. Время, ребята. Все. Попотенция. Самое лучшее средство от потенции, хорошее от потенции. Спасибо большое. Спасибо.